Здравствуйте дорогие друзья! В сегодняшнем нашем видео мы хотели бы рассказать о пяти самых легендарных подсистемах по нашему мнению. Пятое место занимает новая подсистема от компании GeekVape под названием FrenzyKit. Мод отличается своим приятным размером, огромной палитрой цветов и различного рода вставками. Внутри мода располагается довольно большой аккумулятор объемом 950 мАч. Картридж рассчитан на 2 мл. Под может работать в режиме VariVolt или Thermocontrol в зависимости от установленного испарителя. Также у мода есть кнопка Fire, так что можно не волноваться о том, что мод начнет работать сам по себе, а еще с помощью ее можно настроить напряжение или температуру. На четвертое место мы ставим мод от компании GeekVape под названием Terras One. Производитель выпустил небольшую систему, в которой сочетаются компактные габариты и отличный дизайн. Подсистема способна работать в трех режимах Power. Максимальная мощность 13 Вт. Внутри мода располагается аккумулятор объемом 650 мАч. Корпус выполнен из металла и пластика. Картридж рассчитан на 2 мл. И снабжен специальной системой заправки с клапаном. Тройку призеров открывает самая маленькая система в нашем топе – JustFog MiniFit. Длина устройства в собранном виде составляет всего 7 см. Столь маленькие размеры производитель смог установить аккумулятор в 370 мАч, который способен прожить целый день. Максимальная мощность этой крохи составляет 7 Вт, а картридж рассчитан на 1,5 мл. Второе место мы отдаем Saurine Air+. Мод выполнен в стилистике своего старшего брата. Он также похож на кредитную карту и поместится в любом кошельке. В моде установлен аккумулятор на 930 мАч. Заряжается устройство при помощи USB Type-C разъема. Объем картриджа нестандартный и составляет 3,5 мл. У пользователя будет выбор между двумя картриджами на 0,7 и 1 Ом. На одной из боковых грани есть 5 светодиодов, которые указывают заряд аккумулятора. Из золота нашего топа мы гордо вручаем в подсистеме Smaunt Pasito. Мод сочетает в себе прекрасный дизайн и отличную эргономику. На левой грани находится кнопка Fire и кнопка, отвечающая за изменение мощности устройства 10, 13, 16, 20 и 25 Вт. Там же расположен USB Type-C порт для быстрой зарядки встроенного аккумулятора емкостью 1100 мАч. Smaunt предлагает нам испаритель с сопротивлением в 1,4 Ом для тугой затяжки и с сопротивлением 0,6 Ом для свободной. А самое важное, что в эту подсистему можно установить удобную обслуживаемую базу. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарит Нетбай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. И подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки есть под видео в описании. Субтитры сделал DimaTorzok